Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 1 августа 2017 года, вторник. По одному из старинных, 31 день месяца получения даров природы, 7525 лета, тоже вторник. Оздоровление выделительной системы человека – такова тема сегодняшнего нашего эфира. И автор-сказитель у нас сегодня, уже вам хорошо известный, наш любимый доктор Захар Белинский. Ари, рад! Здравия тебе, Захар! Здравия, народ! Здравия, народ! Хорошо. Лето, вот по-разному она у нас. То жарко, то холодно. То некоторые говорят, что лето ещё не наступало, уже и осень катит в глаза. И когда у нас, в общем-то, лето, то всякие инфекции, всякие выделительные процессы у тела активируются. Надо где-то, кто-то говорит, больше пить водички, кто-то говорит, меньше пить водички. Но суть не в этом. Суть в том, что летом очень часто проявляются различные заболевания выделительной системы человека. Наверное, вот мы и поговорим о том, что же такое заболевание, и как этого избежать, и какие варианты оздоровления нам нужно предпринимать для того, чтобы быть полноценными, здоровыми людьми во всех смыслах этого слова. Правильно я понимаю? Да, правильно. Благодарю тебе. Ну что ж, тогда давай уж сразу быка за рога до стойла, и начнём сразу рассказывать, что же это такое за выделительная система, какие у неё бывают неприятности, и как же этого избежать, как оздоровиться. Благодарю за предоставленную возможность. Тебе, Алексей, всему коллективу Народного славянского радио, что могу присутствовать у вас на эфире, и, как говорится, начнём. Так вот, что касается выделительной системы. Что представляет из себя выделительная система? Это, конечно, мочеполовая система, это кишечник и кожа. То есть всё то, что выделяется, что может выделять из нашего организма. Ну и здесь ещё можно взять ноздри, потому что у нас иногда в виде соплей что-то из нас ещё выходит. Так вот, но сегодня в эфире мы в большей степени поговорим относительно мочеполовой системе, а именно о почках. Поговорим о том, как они у нас работают, как устроены, для чего, и как поддержать их в добром здравии, и как, если что, их полечить. Так вот, что прежде всего нужно помнить о почках? Чтобы почки нормально работали, нужно в сутки употреблять воды не менее 40 грамм на 1 килограмм нашего веса. Это самый минимальный залог того, что наша мочеполовая система и вообще наш организм останется здоровым. Далее. Не есть более 100-150 грамм мяса в сутки, потому что почки не могут успешно справляться с большим выделением белка. Поэтому те, кто употребляет в сутки гораздо большее количество мяса, думают, что оно усвоится, но несколько ошибаются, и вы тем самым только усиливаете нагрузку на выделительную систему и на почки в частности. Дальше обязательно нужно избегать страха, потому что страх в любом своём проявлении вредит нашим почкам. С точки зрения психосоматики там начинают проявляться такие процессы, которые делают невозможную нормальную работу наших почек. Чаще пить травяные чаи, то есть промывать почки. Травяные чаи, в принципе, кому какие близки, кто во что гораст, но желательно делать это постоянно. И ещё лучше, если мы будем употреблять так называемый кофе из цихория и из желудей, особенно очень полезный из желудей. То есть обожжённые желуди, вот напиток из обожжённых желудей, так называемый своеобразный кофе, очень мега просто полезен для почек. Наибольшее время активности почек – это с трёх дня до пяти часов вечера. В это время желательно делать какие-то очистительные для почек процедуры. Но, допустим, в настоящее время можно есть арбузы. Ещё к тому же многие могут удивляться, что на самом деле почки лучше чистят дыни, чем арбузы. Поэтому хорошо бы вот с трёх до пяти кушать дыни. Тогда наши почки будут очищаться. Вот. Что, вернее, не что, а каким образом мы можем понять, что с нашими почками есть как-то существует какая-то проблема, и им нужна помощь. Основными симптомами больных почек могут являться это отёчность под глазами по утрам, вот, неожиданное облысение, выпадение волос. Вот. Бывает так ещё, когда ни с того ни с сего начинается ломкость костей, там один перелом, второй перелом. Вот. Это всё может говорить о заболевании почек. Ну и прежде всего, конечно, почки проявляются болевыми ощущениями. То есть, когда человек чувствует боль, значит, у него уже, наверное, болят почки. Ну, причём не просто боль, а боль в области первого-второго поясничного позвонка. То есть, это боль в области спины, там, где заканчиваются ребра. Вот нижнее ребро, где заканчивается, сразу под ним начинается первый поясничный позвонок. Вот. Если ощущаете боль в этой области, то, вероятно, это почечная боль. Причём в этом же месте может болеть и точно так же себя проявлять ревматизм. Вот как отличить почечные боли от ревматизма? Необходимо нагнуться, нагибаемся, и в положении, нагнувшись, ударить, стукнуть себя по тому месту, где болит. Так вот, если стукаем по тому месту, где болит, и боли нет, значит, это ревматизм. Если стукаем себя по тому месту, где болит, и боль есть, значит, это почки. Вот такой абсолютно простой тест. Как выявить там почки это или не почки? Вот. Что, собственно говоря, зависит от почек, когда почки нормально работают? От почек зависит, как работает наше сердце. От почек зависит общая энергетика в гранатических каналах нашего тела. От почек зависит соотношение кальция в нашем организме. Если немного кальция, то растут воспалительные процессы и увеличиваются в размерах опухоли. Если мало кальция, тогда наступают какие-то болезненные ощущения в костях, суставах. Температурный режим в разных частях в органах нашего тела зависит от почек. Наличие жидкости в плевре легкого. То есть, если почки работают плохо, в глибной системе работают плохо, то у легких может скапливаться плевр, а тогда у нас развивается астма, либо какие-то сбои дыхания. Ну и вообще красота, гармония нашего тела зависит от точек умственной способности. Потому что при почечной недостаточной развивается повышенное внутричерепное давление и уже нормальное функционирование головного мозга, собственно говоря, невозможно. Не то, что невозможно, оно уже будет гораздо менее эффективно, нежели у человека со здоровым внутричерепным давлением. От почек зависит компенсация кровообращения. То есть, при повышенной работе почек развивается гипертония. То есть, когда на выделительную систему на почке осуществляется повышенная нагрузка, то есть, много чего приходится выводить из организма, при этом мало воды мы пьем, то тогда почки начинают усиленно работать. Это, в свою очередь, вызывает повышение кровяного давления. Ну, что еще можно сказать? К тому же, от почек зависит работа желудка на самом деле. То есть, при ослабленных почках работа желудка у человека снижается. При нормальной работе почек у людей не бывает ни инфарктов, ни инсультов, не развивается опухоль. Кстати, раковые опухоли развиваются только там, только в тех организмах, где есть ослабленные почки. В организме, где нормально работает мочеполовая система, опухоли не развиваются. Если уже и развились, то их лечение происходит крайне эффективно и достаточно быстро. И вот все те случаи, которые говорят о том, что там была опухоль, начали лечить и все прошло, это всегда говорят о тех случаях, когда у человека хорошо работала выделительная система. Потому что плохая работа выделительной системы и затрудняется лечение любого заболевания. Но на этом аспекте мы остановимся чуть более подробнее позже. И сейчас в общем плане скажем так. К тому же при нормальной работе почек не мерзнут руки и ноги. У многих женщин постоянно ноги мерзнут, руки мерзнут. У некоторых субтильных мужчин существует такая проблема когда руки и ноги постоянно мерзнут. Это тоже недостаточного внимания к почкам. То есть почки дисфункциональны. Поэтому появляется такая ситуация. При нормальной работе почек никогда не болит спина. То есть если спина у человека болит, в принципе, в любом, где в сегменте одели, это уже говорит о почной дисфункции. И отсутствует головокружение у человека при нормальной работе почек. Головокружение возникает только при точной недостаточности. также работа почек, когда у человека хорошая работа почек, то это хороший слух, потому что почки управляют слухом. У человека не болят кости, потому что почки регулируют содержание солей, кальция в костях и не бывает под артритов. Такая вот ситуация. Алексей, может быть, что-то есть добавить, подсказать? Добавить есть то, что мои наблюдения совпадают с тем, что рассказал ты. Люди, которые страдают почечными различными заболеваниями, где появляется песочек, где появляются камушки, у них постоянные переломы случаются, они становятся слезливы, очень часто вспоминают прошлое именно как причину для того, чтобы поплакать, пожаловаться, у них какие-то проблемы в жизни, о которых они всем делятся, вот, мёрзнут конечности, ну и так далее. То есть и умственная деятельность тоже несколько замедляется. Часто у пожилых людей, у которых с почками проблема, как раз и диагностируют такие заболевания, которые связаны с деятельностью головного мозга, всякие там заболевания имени каких-то известных медиков. Вот это я с тобой полностью согласен и добавить здесь мне нечего. Благодарю тебя за дополнение. И как же всё-таки определить состояние заболевания почек более подробно? В самом начале мы так вкратце сказали, что, ну, сам корсун метод похлопать себя по спине, нагнувшись, если болит, значит, почками болит лимонатизм, но сейчас хотел бы сказать более подробно. Так вот, если есть проблемы с почками, то болят первый и второй поясничные позвонки, потому что между ними выходит нерв нервирующей почки и при проблемах с почками он воспаляется. Воспаляется и, соответственно, передаёт это воспаление в позвонки, там отзываются болевыми ощущениями. Плохой слух или болят уши, потому что почка управляет слухом, болят кости, у них не хватает кальция, ну, или происходит отложение солей на суставах, когда происходит обезвоживание суставов. Наличие камней и песка в почек, ну, всем понятно, что это показатель дисфункции почек, но, тем не менее, хотелось здесь остановиться о том, как узнать, что у нас происходит отложение камней или песка в почек по ключичным косточкам. Если передний край ключичной косточки, тот, который находится возле шеи и крепится здесь, выдаётся вперёд, так резко достаточно выдаётся. Есть люди, у которых смотришь, и у них прям вот эта вот ключичная косточка резко выдаётся вперёд, то это первый признак того, что идёт процесс камнеобразования или отложения солей. Ну, и снижение потенции у мужчин это тоже признак превышения почечной активности. Не то, что возникает проблема, а даже снижение потенции. Да, Алексей? Так, я вздохнул с облегчением, потрогал себя так это около горла ключичной косточки, фу, вроде не выступает. Не выступает, да, ну, хорошо. Не, ну, так в норме, пока ещё вроде никак у этого, который там, Каще Бессмертный, там у него торчало вообще всё со всех сторон. Хорошо. Ну, это, да, хорошо. Ну, кстати, для почек очень полезно, если человек употребляет немножко жира каждый день в организме. Вот, ты же не употребляешь жир питания? Почему? Употребляешь? Употребляешь жир, конечно, и растительное масло, и если хорошего качества животное, иногда я себе позволяю. Ну, тогда... Иногда, по твоей рекомендации, с точки зрения диагностики проявления каких-то там веществ, активации каких-то своих внутренних там проблем, активации чего-либо, иногда даже яйцо приходится сырое в себя загубенить. так что... Так что прислушиваюсь к вам, доктор, прислушиваюсь, вот жить бы еще хорошо научиться. Ты меня что, уже в эти вороги записал, что ли? Нет. На вы. Нет. Ну, как в шутке, доктор, прислушиваюсь к вам. Понятно, понятно, все с тобой понятно. Очень боишься ты докторов, станотологов, наверное, и так далее. Я вас докторишки не перевариваю вообще. Понятно. Так вот, тогда дальше можно сказать о том, как нам сохранить, сберечь почки. В общем плане такие рекомендации. Вот. Очень важную роль в сохранении почек являются почечные клубочки. Вот это такие, грубо говоря, номинальные единицы почек. И чем больше их количество, вернее, они там постоянно разрушаются, создаются, так вот, необходимо, чтобы поддерживался баланс между разрушенными и вновь созданными почечными клубочками. Вот. И для этого необходимо употреблять в пищу сметану. Вот как бы это может быть так банально не звучало, но в сметане есть много метионина, из которого строятся почечные клубочки. Поэтому тем, кто хочет иметь здоровые почки, рекомендую его под сметану в достаточном количестве. Но не злоупотреблять, конечно, все хорошо в меру. пить воду, в которой имеется кадмий. Ну, например, допустим, в бруснике. Или же очень полезно взять обычные речные камушки, которые в реке лежат, допустим, уже долго, с одной реки поднять пару небольших камушков и положить их в свой графин с водой. И тогда ваша вода будет наполнена кадмием. Можно также эти камушки класть, когда мы заварим чай. Ну, допустим, чай завариваете и в чайничке, чтобы лежали два речных камушка. И тогда вода, которой заварите чай, будет богата кадмием. И это, помимо всего прочего, того, что будет содержаться в чае, еще дополнительно будет обогащать почки. В меру, но постоянно есть жирные. Тоже хороший совет. Потому что очень опасно для почек длительное потребление безжиренной пищи. Вода выводит жир из почек, и они становятся рыбкими и непрочными. Поэтому систематически что-то должно быть в пищи жирной, вот как у нашего любимого Алексея. Далее совет постоянно раскачивать кислотно-щелочной равновесие. То есть, что значит раскачивать? Это значит придерживаться раздельного питания. Очень полезно придерживаться раздельного питания. по поводу раздельного питания возможно мы сделаем отдельную передачу и поговорим об этом подробнее. Сейчас не будем дополнительно останавливаться. Но основная идея заключается в том, чтобы отдельно употреблять белки от углеводов, от жиров, причем не просто так отдельно, а вначале нужно употреблять углеводы, жиры, а впоследствии уже белки. Потому что белки по времени перевалим наиболее долгое время занимают. употреблять постоянно в пищу витамин В3. Очень важно для почек это пантеноновая кислота. Она нейтрализует яды в нашем организме. То есть она очень сильно помогает почкам работать, справляться с нейтрализацией токсинов. Вот этой пантеноновой кислоты достаточно большое количество оболочки риса ничменя и проса. То есть полезно употреблять необработанный рис, нешлифованный. Шлифованный рис это быстрый углевод. Он не полезен для питания человека. Также для этого можно пить воду, в которой варилась рисовая шлуха, ячмени и лепроса. То есть употреблять воду, в которой вы варили самый необработанный рис. Также очень важно для почек не злоупотреблять лекарствами. Побильное употребление лекарственных средств, которых содержат в себе химические вещества, дает достаточно большую нагрузку на мочеполовую систему. Следующее, что можно сказать... Баярина, подожди, дозвольте слово умолвить. Да, пожалуйста. Вот смотри, у нас очень часто говорят про то, что на Руси было пиво. И при этом сидят и хлебают вот это самое пойло, которое называют пивом. Так вот, если мы вспомним вообще, что такое пиво, этимология, то мы поймем, что это то, что насыщает, был сытень, сбитень и так далее. И вот это все относилось к разряду пива, то есть то, что пило и то, что несло какое-то себе наполнение. Вот часто у нас есть такое еще понятие квасы, кисели и так далее. Так вот, некоторые разряды квасов, которые квасятся, не обваривая, они схожи с пивом. То есть там настаиваются определенные или травы, или овощи, или в частности вот то, что назвал ячмень. Ячмень или еще овес, только цельный. Так вот, если мы уйдем от варки и будем, например, пророщенный овес или пророщенный ячмень настаивать, чтобы получался такой вот не отвар, а настой, который может потом стать квасом, то я думаю, вот здесь он может быть полезен человеку, который заботится о своих выделительных приборах, процессах, процессах, которые через приборы проходят, куда почки относятся. Так смех смехом, но если вот это неочищенное мы будем использовать, неочищенное, или ячмень, или проса, или овес, то там как раз вот эти оболочечки будут сохраняться. И это будет давать и структурирование воды, этот процесс настаивания, это будет также и бактерии полезные там взращивать, и плюс ещё будут выделяться микроэлементы из чешуек вот этих вот ячменя, проса и овса. Так что имейте в виду вот такие несложные настойки, ну взяли горсточку, трёхлитровую банку, ну помыли, прочистили само собой, хотите чуть прорастите, хотите прям так положите, размешайте и на ночь в тёплом месте оставьте, например. Утром встанете, почувствуете запашу. Ну там целые даже есть вот у нас ролики, где люди показывают, как правильно делать квас из того же самого ячменя или овса. Это очень полезно, особенно летом, когда пить хочется, говорят, хорошо бы кваску или пивка, так вот вместо того, чтобы пойти пойло себе покупать под названием брага, что квас, что пиво, которое продаётся, сделайте сами себе квасок такой, он будет во всех смыслах полезен, он очень прост в изготовлении, и в общем-то вы себе большой плюс сотворите. Ну да, очень интересное, конечно, замечание, благодарю. И продолжая тему интересных замечаний, вы хотели сказать вот о чём. Значит, для того, чтобы почка лучше работали, нужно постоянно общаться с прекрасным полом, постоянно общаться с женщиной, но не в каком-то сексуальном плане, а иметь обычное душевное общение. И чем больше мужчина общается с женщиной, ну, видит перед собой свою прекрасную девушу, жену, чем больше уделяет ей времени и общается душевно с ней, тем лучше работает его уделительная система. Это, кстати, очень интересное замечание. А также, поскольку в нашей программе достаточно часто звучат такие совсем интересные, прям, можно сказать, экстремальные способы лечения, то вот одним из таких экстремальных способов лечения служит, так называемое, окуривать наши, скажем так, гениталии душистыми травами, то есть берете душистые травы, поджигаете и, собственно говоря, окуриваетесь перед костром или как-то у вас это будет получаться и тем самым тоже можно лечить мочеполовую систему. Ну, допустим, попрыгать голышом через костер. Будет своеобразная такая терапия выделительной системы. Вот, как тебе, Алексей, такие вот своеобразные рекомендации, что можешь прокомментировать? Да на экзотику тянет, на экзотику голышом да через костер да с душистыми травками, ну, у нас, да, передача такая слегка юмористическая, где-то на 10% юмора все-таки, наверное, у нас есть, чтобы народ не скучал. Вот, ну, так. Особенно я представляю себе, доктор, а покажите, как это делать. И тут арерат раздевается, а за мной, ребят. Нет, почему? Я-то разделусь, но я в этой длинной рубахе такой буду. Знаешь, у меня есть такая длинная рубаха ниже колена. Ты хитрый, я понял. Да, и через костер, что, там-то для дыма доступ есть, вот, и не срамно, скажем так. В общем, колокольчик. Дядя колокольчик, понятно. Это точно. Вот. Дальше, для того, чтобы как бы сохранять почки здоровыми, желательно следить за работой печени. Потому что при печеночной недостаточности всю нагрузку по очистке нашего организма берут на себя почки. Поэтому следите за работой печени, помогайте печени, принимайте какие-то желчегонные травки, потому что печень очищается посредством желчи. Вот. Далее, я говорил об этом уже, но еще раз повторю, потому что очень доброе слово. Возродить необходимо старые русские обычаи. Пить кофе из тыкория и желудей. Вот. Особенно полезные желудеи. Кстати, те, кто об этом не знает, возьмите на заметку, наведите справки, где можно приобрести такой кофе, и употребляйте. И ваши почки значительно будут в лучшем состоянии от имеющегося. Идите, короче, в лес, набирайте желудей. Желудеи вообще полезно во всех смыслах этого слова. Так что набирайте, смотрите рецепт, как изготовить. Но если же сами не смогли изготовить, то приобретайте, другого варианта нет. Вот, кстати, домашняя свинья всегда отличается от дикой свиньи. Вот. И дикая свинья всегда более здоровая и более качественная, чем домашняя свинья. Вот. А потому что кушает желуди. Да, да, потому что кушает желуди. Также при том, что если хотите сохранить почки, не следует злоупотреблять соленой пищей. Вот. Ну и совсем от соли отказываться не нужно, но при этом желательно употреблять соль именно морскую, не поваренную, а морскую. Но можно употреблять там черную, можно сейчас, вот здесь в последнем время появилась там гималайская, какая-то розовая, не знаю, настоящая, ну, вроде настоящая. Вот. Но не поваренную соль. Вот. Надо пояснить, почему не поваренную, потому что в поваренной соли присутствует куча дополнителей, которые делают эту соль, во-первых, чтобы она не слёживалась, чтобы она такая была мелкими-мелкими зёрнышками, и чтобы она была белей-белей-белей. Вот эти как раз все компоненты, они, скажем так, не очень полезны для здоровья. А если вы будете использовать природную соль, которая может быть не столь белая, не выберенная химически, то в этом случае вы получите именно соль без каких-либо добавок. Я согласен с тобой с тем, что злоупотреблять нельзя, многие вообще полностью отказываются от соли, и у них могут начинаться какие-то процессы в организме тоже не очень хорошие. Вот здесь вот необходима как раз та поговорка, что вот в данном случае всё хорошо в меру, вот когда мы говорим про продукты питания, про соль в частности. Поэтому надо подобрать столько, такое количество соли в день, чтобы оно не было излишним и чтобы организм не испытывал жажду соли. Вот такая вот игра слов «жажда соли». То есть она должна быть натуральная, должна быть в нормальном количестве. И лучше всего, ещё один такой момент, не солить еду, когда вы её готовите, а досаливать. Вот это тоже момент, который важно отметить, что частые хозяйки прям сразу бросают там ложку соли на сковороду или на что-то ещё, в чём готовят, на чугунок или на кастрюльку. И рады счастливы. А потом, в общем-то, вся соль уже впиталась туда, ну и как-то так непонятно что. А так чуть-чуть вы, может быть, присолили чуть-чуть, и потом каждый досаливает у себя в тарелке или прямо перед самым окончанием досаливаете. Вы получаете ощущение солёности, но при этом пересволки у вас не будет. Вот такие нехитрости, это уже к хитростям трудно отнести, такие нехитрые действия, они помогут вам быть в здоровье, получить, если кому-то необходимо, не нужное количество соли, но при этом не пересаливать и не переедать соли. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые могут хоть ложками эту соль есть, так у них организм устроен, и у них вообще проблем не будет. А другому там щепотку соли, он кричит, а я пересолен. То есть здесь всё надо по своей чуйке делать, по своей мере. Благодарю за дополнение. Следующая очень важная такая рекомендация для того, чтобы поддерживать почки в здоровом состоянии, не старайтесь не перегреваться и не переохлаждаться. Ну, по поводу не переохлаждаться все знают, наверное, по поводу почек, а вот по поводу не перегреваться это достаточно такое, мне кажется, новая рекомендация, новый совет, но тем не менее это так. Потому что слишком много жара, именно много жара, тоже вредно для почек. Но при этом для почек полезна резкая смена температуры, можно сказать, такой процесс закаливания. Холодная вода, горячая вода, и тогда почки будут работать лучше. Причём закаливание желательно начинать и заканчивать с тёплой водой. Я просто взял холодной водой, облился и побежал. Хотя, допустим, у Кнейпа, у человека Себастья Кнейпа, человек, которого считают с одной стороны отцом таким официально известным закаливанием водных процедур, он утверждает, что можно потом в тёплой воду не обливаться, просто облиться холодной водой, но при этом ни в коем мере не вытирать себя, а завернуться в какую-то сухую ткань и интенсивно двигаться, ходить, допустим, в течение 10-15 минут. То есть желательно после принятия каких-то водных процедур, даже ежедневных, допустим, душа или купания, не вытирать тело, а закупиться в полотенце, допустим, в халат и интенсивно двигаться, чтобы тело согревало и высушило себя самостоятельно. Тогда эффект отводных процедур будет максимальным, насколько это возможно. Вот. Далее, что полезно для почек, это хождение по земле босиком. На нашей подошве есть точка, которая находится практически посередине стопы, вот верхняя ее часть, как говорится, встать на носочке, откуда мы на носочке становимся, это вот мы становимся на вот эту вот часть стопы. И у основания этой стопы, там, где из этой части стопы начинается подъем посередине, стопы есть точка, она отвечает за состояние мощеполовой системы. При воздействии на эту точку начинают растворяться камни и так далее. Так вот, когда мы ходим по земле босиком, по камушкам, по веточкам, каким-то травинкам, мы так или иначе рефлекторно раздражаем эту точку и создаем процесс рефлекторной стимуляции и раздражения мочеполовой системы и тем самым мы активизируем ее деятельность. Вот. Также очень важно для оздоровления почек ладошки стопы, и в том числе ладошки. Посередине, в самом центре наших ладошек также есть точка, которая отвечает за состояние почек. То есть, если есть какие-то предпосылки к этому, потому что есть дисфункция или какая-то болячка почек, то вот можно раздражать вот эту точку посередине ладони либо тереть ладошки друг об друга, разогревая их. Потому что есть такое выражение, когда человек почувствовал, что у него горят как бы ладони, значит, идет процесс растворения камней в почках. Зимой можно чаще растирать ладони снегом или льдом, для того, чтобы ладони были горячими. То есть, для того, чтобы нормально функционировали почки, старайся держать свои ладони всегда теплыми, разогретыми. Не допускайте того, чтобы ваши кисти рук охлаждались. Как только охлаждаются ваши кисти рук, тут же начинают охлаждаться почки. Поэтому держите руки в тепле. Люди, которые не любят зимой носить какие-то одежды на кистях рук, лавишки или перчатки, вы несколько рискуете. хотя, если у вас и без того кисти горячат, тогда, может быть, это вам и не нужно. Очень вредно для почек ходить на каблуках. Особенно долго ходить на высоких каблуках, это создает настоящую проблему для мочковой системы. И очень пагубно влияет громкая музыка. Громкая, агрессивная, грубая музыка. Резкий шум, грубый звук. Для почек полезна тишина и тихая мелодичная нежная музыка. То есть, если, допустим, есть какая-то вплощенная дисфункция, то слушайте нежную мелодичную музыку. Вот, допустим, как у Алексея на радио зачастую бывает. Будет полезно. Но это, скажем так, общая часть нашей программы, введения своеобразные. Может быть, есть что-то добавить, о чем-то побеседовать сейчас? Мы с тобой можем побеседовать о чем угодно. Добавить мне нечего, потому что ты сказал «все очень здорово». Ну, тогда, раз добавить нечего, будем тогда переходить к специальной части. А именно, что значит к специальной части? Основная проблема, которую причиняет нам мочеполовая система, это болевые ощущения. И сейчас мы поговорим об этом. В дальнейшем, после того, как поговорим о болевых ощущениях в мочеполовой системе, затронем такую достаточно важную, можно сказать, философскую часть нашей программы, в которой поговорим о том, как состояние мочеполовой системы влияет на организм в целом и каким образом оказывает влияние на лечение в принципе любых заболеваний. Это поможет как и протекущим специалистам, потому что известно, что многие из них слушают наши с Алексеем эфиры, ну и также поможет народу понять, как, собственно говоря, дополнительно усиливать процессы, связанные с лечением самого себя самостоятельно. Мы, собственно говоря, по поводу того, как отличить почечную боль от непочечной боли, мы уже с вами поговорили, просто наклонились, постукали себя, если не болит, значит, это ревматизм, если болит, значит, это почечная боль. И вот каким образом мы ее можем снимать? А нет, сначала желательно сказать, что это такое, откуда берется почечная боль. Но чаще всего почечная боль возникает из-за нахождения в области лоханки почек. Вот, все говорят, камни в почках, камни в почках. На самом деле, камни находятся не в почке, ну как в почке, конечно, но не в самой почке, а в области лоханки почки. Вот там, где собираются, концентрируются моча в почке, перед дальнейшим ее движением через мочеточник, мочевой пузырь и на мочеиспускательный канал. Так вот, какие-то соли, а там бывают соли какие? Бывают ураты, фосфаты и оксалаты. То есть, если ураты, это соли мочевой кислоты, если фосфат, это соли кальция, если оксалаты, это соли щавелевой кислоты, потихоньку выпадают в осадок и формируют камешки. Иногда это, может быть, и, в принципе, кальция-то и формируют эти известковые камешки. Вот. И формируют такой камешек. Затем камешек, когда находятся, вот и лоханки почки, находятся, находятся, и, в принципе, нас не беспокоит, мы его не ощущаем ровно до того момента, пока он не решает выйти из нашего организма. Это может быть следствие того, что человек, допустим, начинает оздоравливать свои почки, стимулировать их почки, начинает более-менее возрождаться, работать, пульсировать и сподвигать камень к движению из почки. Если он по своим размерам способен выйти из почек через мочеиспускательный канал, он начинает, через мочеточник, вернее, он начинает по нему двигаться. Иногда так бывает, что камень забивает мочеточник, либо же оцарапывает его вследствие движения по нему какой-то из своих острых граней, и тогда случается спазм мочеточника и вот те болевые ощущения в области почки, которые мы ощущаем, эти спазмирующие. И что здесь нужно делать, потому что это бывает всегда проблема номер один, при почечных патологиях боль возникает острая, резкая, мешающая движению и вообще отвлекающая на себя весь жизненный процесс. Вот здесь прежде всего ни в коем случае не прекращать пить воду. Некоторые говорят, что когда почки больные, нужно поменьше пить воды. Ничего подобного. Наоборот, если, конечно, у вас не вырезали никакую почку, обе почки на месте, то наоборот, при почечных дисфункциях воды нужно пить больше. При застревании камня в мочеточнике воды нужно пить больше. Есть один из рецептов, как справляться с камнем застрявшим мочеточник. Так вот, напиваемся побольше воды, садимся в горячую ванну, так, чтобы у нас весь организм, все тело разогрелось. И там, находясь в ванне, еще выпиваем водички. Под действием температуры наш мочеточник расширяется, камешек уже не задевает, способен самостоятельно передвигаться, поскольку мы выпили очень много воды, у нас поднимается большое давление, в почках, у большое давление мочи в мочеполовой системе. И мы все равно еще терпим, еще пьем воду до того момента, пока желание испустить мочу не станет нестерпимым. И тогда уже пищем, значит, в эту ванну, и вместе с этой мочой зачастую выходит и камушек, который причинял нам какие-то болезненные спазмирующие ощущения. Это один способ. Если, допустим, ванны под рукой нет, то тогда следующий способ. Поскольку раз уж камень пошел по мочеточнику, назад он оттуда не выйдет, нужно его проталкивать вперед, как бы там ни было, через болезненные ощущения или иначе. Альтернатива этому только хирургическая операция. Если не хотите на хирургическую операцию, соответственно, проталкивайте камушек через мочеточник самостоятельно. Так вот, если нет ванны под рукой, тогда действуем без ванны. Берем, накрываемся опять же побольше водички, желательно, чтобы это было мочегонное, шиповник или еще что-то подобное. И, опять же, накрываемся до такого состояния, когда очень-очень хотим в туалет, становимся вертикально и резко как бы так поднимаемся и опускаемся на пятки. То есть, на носочках приподнимаемся и резко опускаемся со стуком на пятки. Таким образом происходит вертикальное стряхивание всего организма и камешек, конечно, немножко проходит по мочеточнику вниз, все ниже, ниже, ниже и ниже. Также, если, к примеру, появились какие-то боли в области мочевого пузыря, потому что может быть такое, что камешек пройдет через, допустим, мочеточник, окажется в мочевом пузыре и там начнет причинять уже болевые ощущения, когда пойдет, начнет заходить в мочеточник, тогда что нужно делать? Желательно тогда прилечь и положить на область низа живота, там, где примерно находится у нас мочевой пузырь, положить грелку, можно сказать, такую горячую повязку, ну, там с горячей водой, допустим, для того, чтобы разогреть эту зону, это очень полезно. И тогда расширится мочевой пузырь, мочеиспускательный канал и камушек потихонечку начнет выходить. Вот, если же возникли такие боли, которые очень сложно терпеть, тогда что можно сделать? Ну, можно применить так называемые притирки такие своеобразные. Берется масло белины, есть такое, масло белины, вот, и этим маслом белины мы аккуратно смазываем болезненные области со стороны спины. Масло белины является обезболивающим средством, оно протекает, просачиваясь через кожу, оно нам обезболивает почки, обезболивает мочеточник, снимая с них болезненные ощущения. Также можно использовать капли иноземцева, капли направлены на снятие болезненных ощущений, в том числе смыльчеполовой системы. Значит, как делать капли иноземцев? Ну, смешиваем все, что я сейчас скажу, в равных, не в равных частях, а вот в той пропорции, как я скажу, все сказано в граммах. То есть, сначала берется настойка челебухи, есть такая трава челебуха, ну, понятно, что она не на слуху, ее нужно найти, поискать, посмотреть, в общем, посмотрите такую траву челебух и сделайте из нее настойку, ну, не спиртовую, а водную, водную. Количество челебухи нужно всего один грамм, вот, и примерно где-то в пяти миллилитрах воды вы вот эту челебуху настойте в течение, допустим, ночи. Затем, ну, вот дальше совсем, конечно, крамольное средство, вот, но рецепт стародавний, поэтому тут написано настойка опия вот здесь используется, 120 грамм, ну, может быть, в аптеках продается где-то еще медицинское, поэтому, может, кому-то повезет найти. Вот, затем масло перечной мяты пять грамм, вот, затем идут капли нерусского человека Гоффмана, вот, ну, такой человек, вот, придумал капли такие, совсем простенькие, как говорится, смешал спирт с эфиром, вот, причем в пропорции две части спирта, одна часть эфира, и вот эти вот капли, они тоже сами по себе обезболивают, когда их наносить, допустим, наружно, но в сочетании с остальным, чем я говорю, они снимают болезнь ощущения с мучей спускательной системы. Затем добавить настойку ревеня, так, настойку ревеня, там, 480 мл, опять же, водную, и настойку эфирно-валерьяновую, то есть, настоять валерьянку на эфире нужно 240 мл, вот, при резких почечных болях, по каплям, там, начиная с одной, из двух капель, постепенно там увеличивая, можно таким образом снимать любые ощущения в области первого почечного, ну, поясничного позвонка, там, где локализуются почечные боли. То есть, это настойка масла белины, капли иноземцев, а также можно просто эфиром смазывать болезненные области, где, допустим, отражаются почечные боли, тоже будут проходить. Вот. А вообще, если возникли какие-то почечные проблемы, вот такие достаточно серьезные, то существует такие четыре неизменных правила, которые необходимо выполнять при этом. Это, прежде всего, это очистить желудок больного, рвотой или промыванием, так как получится. Потом, в течение первых пяти дней больному лучше ничего не есть, только пить. Вот. В день две чашки чая и принимать ежедневно легкое ослабительное. Допустим, легкие листья сена или касторовое масло. Вот. Затем, третье, это давать пить как можно больше горячего патогонного чая из настоя влипого цвета, мяты, малины, шалфея. И четвертое, это уложить больного в постели, обложить его со всех сторон грелками или бутылками с горячей водой, но так, чтобы не обжечь. Причем, со всех сторон, это сбоку и сверху тоже. И упутать теплыми одеялами. И это позволит человеку пропотеть. Человек пропотевает и состояние его становится лучше. Но здесь есть один нюанс. Если, к примеру, вы положили какую-то горячую грелку на область мочевого пузыря или почек и при следующем мочеиспускании в моче обнаружилась кровь, то здесь необходимо перестать прогревать и положить на место, где ощущается болевое ощущение, на область мочевого пузыря ледяной компресс для того, чтобы эту зону охладить и начать пить сок подорожника и сок крапивы для того, чтобы остановить внутреннее кровотечение. Там столовую ложку на стакан кипятка завариваете, 15 минут можно 5-10 минут проварить или там минут 15-20 настоять и выпить. Это поможет остановить внутреннее кровотечение, которое могли возникнуть от того, что камень лепесток, проходящий по мочковой системе, где-то травмировал ее и образовал кровотечение. Ну вот, собственно говоря, Алексей, что можешь подсказать? Да, в общем-то, подсказать ничего не могу, потому что рецепт такой достаточно интересный. Не пробовал, не знаю, поэтому не могу ни комментировать, ни советовать. Тут такая реплика, а это случай не идет пропаганда алкоголя. А где там про алкоголь? Ну вот, там капли чего-то с чем-то смешать, там, куда-то чётно капать. Капли? Ну, пропаганду, нет, ну, конечно, допустим, я не пью алкоголь, не пропагандирую, считаю, вообще, что человек, кто алкоголь пил, затуманивает создание, это люди, как минимум, мягко так выражаясь, живут неосознанно и вообще, наверное, с точки зрения древнерусского классификации не люди вовсе. Нежити, да? Те, которые себя уничтожают. Виталию, я отвечу, Виталий, дело в том, что если бы была пропаганда алкоголя, то в этом случае мы бы рассказывали, каким образом эту отраву необходимо с чем-то смешивать, чтобы получить какую-то вкуснятинку и рассказывали, как бы правильно там сколько себя заливать и так далее. Здесь же идет разговор про какие-то лечебные варианты и применение вот этой как-то, как-то, алкоголя, дряни вот этой мочи дрожжевой, она в достаточно малых количествах, это первое. Во-вторых, если уж совсем каким-то образом попытаться уйти от этой дряни, даже в лекарственных целях, то в этом случае существует простой способ. Берете, наливаете необходимое количество капель в кружечку и потом кипяточком просто заливаете. Все это испаряется и, в общем-то, у вас остается только то, что растворено было, а спирт испаряется и удаляется. Так что для тех, кто хочет полностью избавить себя от этой гадости, в принципе, за что я и радею всегда, вот такой простой способ. Всегда, когда в аптеке или где-то вы покупаете настойку какую-то, например, от кашля или ещё чего-то, вы знаете, что там первым делом 96, а то есть 90% спирта. Вы прям можете почитать на этикетке, сколько там спирта. И вот когда вы даете ложечку маленькому ребёнку или чайную, или столовую, вы знаете, что вы, по сути, выливаете туда спирт. Так вот, для того, чтобы не вливать спирт, достаточно просто поступить. Разводите это дело кипятком, просто кипятка плескаете, температура повышается, спирт улетучивается. Или делаете так, берёте этот пузырёчек, который приняли из аптеки, открываете крышечку, выливаете её в какую-либо ёмкость металлическую, ставите на огонь, он начинает закипать, подмешиваете, как он только закипел, промешали, весь алкоголь испарился, и после этого через маленькую какую-нибудь там вороночку заливаете обратно и ставите в холодильник. Всё, спирта у вас больше там нет. Можете безопасно ребёнку давать употреблять, да и сами можете употреблять это дело. Ну да, очень важное замечание. А дальше, что можно сказать, вообще, вот если, к примеру, случились, опять же, какие-то проявления почки, которые могут говорить о том, что есть почная дисфункция, что-то там с проблемой, моча какая-то стала не такая вонючая, допустим, или потемнела, то можно применять вот следующие средства. Пить каждый день по две столовые ложки оливкового масла, и это будет лучшее состояние почек. Пить в день стакана два макового семени, то есть на два стакана воды берётся приблизительно 4-5 чайных ложек маковых семян. Вот, они там мелко размешиваются, заливаются кипятком, настаиваются, допустим, несколько часов, два-три часа и выпивается. Также полезно для почек пить берёзовый сок по стакану в день. Если есть у кого-то такое счастье жить рядом с берёзовой рощей, то, конечно, можно пить берёзовый сок. Утром, следующее утром натощак выпивать грамм 20-30 сока редьки. Можно сока чёрной редьки, тоже очень полезно для почек. Далее, пить три раза в день по стакану горячей воды, в которой размешать столовую ложку порошка из сушёной яблочной кожуры, то есть сушёную яблочную кожуру мы сушим, когда она высохнет, мы её растираем в порошок и дальше уже пьём с водой. Пить по два стакана в день настои из трав. Медвежьи ушки, хвощ полевой, вот эти две травы, взятых в разных частях, то есть в разных частях это имеется в виду, что их количество не должно быть ровно, хвощ полевого должно быть в два раза меньше, нежели этих вот медвежьих ушек. Принимать пять дней пить, два дня отдыхать и опять пять дней пить. Это средство также, кроме того, и помогает для желудка. Ну и наверное гвоздь нашего сегодняшнего эфира это я сейчас вам расскажу как делать искусственную почку. Есть такая штука так называемая искусственная почка и эта искусственная почка помогает тем людям у кого почки ослаблены а тем не менее организму работать нужно выделительная система работает плохо задыхается и тогда можно делать так называемую искусственную почку. А вот то, что делают в клиниках где дорогой оборудование там дялец кажется это называется когда очищают кровь. Ну да это очищение крови а это другое это основано я к чему говорю к тому что те у кого почки совсем уже плохо работают то там приходится часто записываться такие процедуры и чистить свой организм при помощи этой очистки. Ты сейчас расскажешь как сделать искусственную почку которая скорее всего усилит процесс защищения так я понимаю? Да она в прямом смысле будет работать как почка давай рассказывай в прямом смысле делается она из подручных средств значит что мы делаем мы берем хорошую шерстяную тряпку можно такой шерстяной шарф который хорошо хорошо себя впитывает побольше воды то есть нашли шерстяную тряпку которая может максимальное количество называя свойство гигроскопичность максимальное количество жидкости себя впитать затем смачиваем эту тряпку в крепком солевом растворе лучше всего если это будет морская соль что значит крепкий солевой раствор берете жидкости вот такое количество сколько тряпка себя может впитать и начинаете растворять в нем морскую соль и добавляете там морскую соль, причём водичка желательно, чтобы была тёплая. Не горячая, а тёплая, чтобы не было ожога. Начинаете растворять в ней морскую соль. Растворяете до тех пор, пока соль не перестанет растворяться. То есть вот размешиваете, размешали, всё растворилось. Размешиваете, что там чуть осталось, не растворилось, всё. Значит, солевой раствор достиг своей предельной максимальной концентрации. И затем мочите эту шерстяную тряпку в этом солевом растворе. Затем сверху посыпаем картофельный крахмал. Тряпка эта мокрая, ну в смысле выжили, чтобы с неё не капали, но она такая мокрая. И вот на одну из сторон, которая будет прилегать к телу, на неё сыпем картофельный крахмал. Так обильно, чтобы он, но не пучками, а так, чтобы он сыпался и влипал туда, в эту тряпку. И затем, после того, как посыпали картофельный крахмал, мы сыпем раскатанное в пыль белое стекло. То есть берём белое стекло и раскатываем его прям в такой порошок, чтобы ни в коем случае оно не кололо, не травмировало наше тело. И посыпаем сверху картофельного крахмала. И прикладываем эту тряпку к области первого-второго поясничных позвонков, о которых я сегодня говорил. Напомню, как их найти. Вот где у нас нижнее ребро, нащупали у себя там нижнее ребро, вот ребра закончились, дальше идёт уже открытая свободная часть спины. Вот нижнее ребро или чуть ниже нижнего ребра, там будет первое-второе поясничные позвонки. Вот туда прикладываем эту тряпку. Ну и, собственно говоря, лежим с ней. Лучше всего, конечно, если это будет... Мы лежим на животе и сверху на нас приложили, и в таком состоянии мы можем засыпать. В чём смысл этого всего? Значит, соль вытягивает из нашего тела воду лишнюю влагу, то есть выводит, подобно почке, вытягивает на себя влагу, солевой раствор. Картофельный крахмал обогащает почки гормонами, теми, которые необходимы для нормальной работы. А битое стекло, ну, это кремния. Он будет вытягивать ионы кальция, ионы солей. То есть будет растворять возможные камни в почках, если они там есть. Вот такой вот механизм искусственной почки. И я, в принципе, глубоко уверен, что нигде особо такого рецепта нет, поэтому предлагаю всем записать. Вот ещё раз повторю. Это делаем крутой такой солевой раствор, мочим в нём хорошую такую шерстяную тряпку. Зато сверху на основную поверхность насыпаем картофельный крахмал, и сверху мелко битое белое стекло, такое уже как пыль оно раскатывается. И прикладываем это к области первого-второго поясничного позвонка. И вот этот способ называется искусственная почка, которая реально помогает людям, у кого появляются там уже отёки ног, водянки какие-то, водить из себя лишнюю влагу и обогащать почки всем, чем нужно. Скажи, а белое стекло что ты имеешь в виду? Ну, в прямом смысле белое стекло. Оно бывает зелёное, оно бывает коричневое. Есть прозрачное вот такое. Ну, то есть прозрачное стекло, обычное. Да, обычное прозрачное стекло. Просто когда его дробишь, колешь, оно становится… Вот мы и так смотрим на него, оно прозрачное. Как мука белая становится. Да. А когда его раздробить и раскатать, оно становится как мука белая. Поэтому я говорю белое стекло. А если зелёное раскатать, оно будет зелёное, коричневое раскатать, оно будет коричневым. То есть оконное стекло то, что называется. Ну, можно, да, можно оконное стекло, но лучше вот этот. Релко разбили, раскатали, растерли, чтобы получилось. Лучше такое пищевое, вот как от банки. Вот там, столовая банка, тут лучше ее, потому что столовое, это оконное стекло, там все-таки оно с каким-то подсветом идет, или голубоватым, или зеленоватым. А вот банки, которые мы используем обычные, вот там оно в обычном чисто белое, без каких-то добавок, по крайней мере, на моей памяти. То есть, если тюкнулась банка, не расстраивайтесь, колите ее дальше, потом молоточком, потом после этого перетираете, и у вас получается то самое белое стекло. А вдруг пригодится? А вдруг почечка там как-то так не себя, не так поведет, как должна повести? А даже, почему, а вдруг пригодится? Очень даже пригодится. Даже без вот создания такой искусственной почки можно делать такие примочки себе, там присыпки как угодно, там область поясницы, и это будет на себя брать. То есть, действует точно так же, потянет на себя кальций, соли, что будет работать. Не расстраивайтесь. А чем вот эти вот соли, которые ты говоришь, на себя вытаскивают, чем-то плохие они в организме? Кальций, казалось бы, у нас сейчас кальций, кальций, все говорят про кальций, иногда кальция больше и так далее. Но избыток кальция, он приводит к увеличению воспалительных процессов и росту опухоли в организме. Поэтому он должен содержаться в организме в норме. Избыток кальция так же вреден, как его недостаток. И организм, в принципе, подобным способом лишнее никогда не отдаст. То есть, если в организме кальция мало, и он в норме, он не будет отдавать лишний кальций наружу. Если же его избыток, то таким образом мы этот избыток кальция из организма уберем. Один из таких моментов, который часто упускается и современными онкологами, и, скажем так, народными онкологами, те, кто помогает. Все многие говорят там о молоке, о мясе и так далее. А никто не говорит о избытке кальция, потому что избыток кальция для организма так же вреден, как и употребление мяса при раке. Кальций стимулирует рост опухоли. Поэтому, допустим, при возникновении каких-то онкопроцессов использования вот такого битого стекла и оттягивания через него кальция из организма, это будет очень полезно. Даже можно делать такие вот примочки на места опухолей. Вот, есть просто солевые повязки. Мы как-то беседовали с собой в одной из передач, когда солевую повязку можно прикладывать, и она там будет жидкости вытягивать. Но на опухоль можно прикладывать тоже солевую повязку, но еще сдабривать ее таким вот раскатанным в муку белым стеклом. Тогда он будет еще кальций водить. Картофельный крахмал при этом, конечно, не нужно использовать, а вот битое стекло, пожалуйста. Так что запасайтесь битым стеклом, растирайте. А вдруг пригодится? Хорошо. Вот далее, что касается одного из основных моментов, почему у нас случаются почечные дисфункции. Ну, помимо различных моментов со смещением, когда почка смещается, кстати, в старину смещенную почку называли блуждающая почка. И чаще всего смещается у нас именно правая почка. Так вот, причиной этих смещений, ну, вернее, я сейчас конкретизирую, просто я начал заодно, а тут вдруг у меня всплыло в памяти другой момент. Я хотел сказать о том, что одним из основных причин проблем с почками является инфекция, какие-либо попавшие в мочеполовую систему. И тут я вспомню еще об одном важном моменте. Это смещение почек. И чаще всего это бывает правая почка. Правая почка у нас становится блуждающей. Причиной, допустим, сильный кашель, ношение больших тяжестей, большое исхудание. При смещении почки, такими характерными чертами, у нас появляется боль в правом подреберье, если мы говорим о правой почке. Если смещение левой почки, то появляется боль в левом подреберье. И возникает как бы давление. Причем проверить это можно, если вот стоим, и такая боль есть в правом подреберье, а когда ложимся, боль в правом подреберье пропадает, то, скорее всего, эта боль связана именно со смещением положения правой или левой почки. Причём при смещении почки нередко появляется ещё невралгия седалищного нерва, бедренного и прочих других. То есть бывает так, что почка сместилась, а мы её особо ещё не чувствуем, но чувствуем, что у нас появились какие-то боли в ноге, допустим, в области ягодицы или в области голени, то это может быть также признаком того, что есть изменение положения почки. Если не заниматься восстановлением положения почки, то может получиться ущемление почки, может появиться лодянка, камни в почке, ну и другие прелести, так скажем. Что делать, когда сместилась почка? Ну, первое средство, которое я бы мог рекомендовать, это, конечно, вручное воздействие, правка живота, вручном виде поставить почку на место. Мы об этом разговаривали в своих предыдущих эфирах, как её ставить. Милости прошу, послушайте, там всё об этом говорится. А помимо того, что как дополнительный метод для постановки почек, мы можем использовать специальный пояс бандаж на почку, то есть, ну, это я так сказал, специальный пояс бандаж, а в реальности это может быть пояс для штангистов. Ну, для тех, кто поднимает тяжести, он широкий сзади, такой достаточно менее широкий спереди. Его надеваем, затягиваем. Что мы добиваемся за счёт ношения такого пояса? Мы добиваемся повышения внутричревного давления, и почка как бы так более-менее за счёт вот этого вот внутричревного давления становится на место. Если же без этого пояса, то нужно подключать такой волевой фактор, постоянно держать пресс мышцы переднего вручной стенки в тонусе, для того, чтобы посредством этого тонуса создавать также повышенное внутричревное давление. Вот. Затем хорошо бы употреблять в этот период жирное, то есть если почка сместилась, то желательно всё-таки увеличить размеры жировой капсулы, для того, чтобы её было легче поставить на место. Вот. А также ещё есть такой хороший, такой народный способ, чтобы поставить почку на место, нужно ежедневно лежать часа по три, можно с промежутком, с мешочком тёплого песка на животе. Он весит должен примерно где-то, ну, 2-3 килограмма. То есть берём такой мешочек с тёплым песком, где-то-нибудь его на сковородке разогреваем, чтобы он был тёпленький, песок хорошо держит температуру, так же, как и соль. Ну, соль просто легче, чем песок. И соль понадобится большой кусок, чтобы он весит 2-3 килограмма, песка нужно меньше. Если ещё песок намочить, то её понадобится ещё меньше. Ну, кладём его на живот, вот у нас там прогревает всё, и тем самым, что он давит на наш живот своим весом 2-3 килограмма, то он ещё, опять же, создаёт внутричревное давление и толкает почку к своему естественному местоположению. Такая вот ситуация. Ну, а если, допустим, какие-то иные ситуации возникли, опущение, допустим, смещение почки нет, тем не менее проблемы с почкой возникли, то здесь, скорее всего, в почки попала инфекция. Почечную инфекцию достаточно трудно излечить. Ну, в нашей обычной административной медицине там многие эти состояния переводятся в раздел хронических заболеваний. Ну, у меня в самом, когда-то в детстве был хронический, там, пиелонефрит и так далее. Но в народной медицине все эти средства, вернее, все эти ситуации лечатся, можно использовать такие средства. К примеру, при подании, возникновении почечной инфекции можно употреблять ягоды можжевельника, употреблять березовые тополиные почки. Дело в том, что ягоды можжевельника обладают хорошей асептической способностью. Там можно употреблять от 5 до 15 ягод этого можжевельника за раз. Ну, начните с одного раза в сутки, потом можно там два смотреть по состоянию. А березовые тополиные почки, они также обладают асептическими свойствами, причем в большей степени даже тополиные почки здесь способны уничтожать вирусы. А березовые почки, они очень хорошо уничтожают именно бактериальную инфекцию, то есть грибковую инфекцию. Поэтому употребление совместно березовых тополиных почек, оно будет убивать, скажем, вирусную инфекцию в организме и бактериальную. Также можно сделать ванны из вот этого всего, из можжевеловой, по основанию березы, березовых листьев и, допустим, этих почек тополя. И находиться у них там по 20-30 минут. Они также через поры кожи будут насыщать организм, тем самым избавлять нас от вируса. Ну вот, собственно говоря, такая вот у нас сегодня общая часть по рекомендациям, достаточно сжатая, но, я думаю, достаточно информативная. А дальше уже по вопросам, если что, мы будем какие-то темы наиболее интересные слушать, развивать. Да, Алексей? Да, мы разовьем. Нам только дай возможность развить. Ну что, музыкальная пауза, и после нее приступаем к ответам на вопросы и на реплики. Кредка мира, озерные берега. Напоминаю, в Ютубе звучать музыка не будет. Если хотите слушать, то, пожалуйста, включайте сайт, там плеер выбирайте, и наслаждайтесь. Итак, 3 минуты 26 секунд. Музыкальная пауза. Народная славянская радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова